Всем привет! На связи Детона Ксилинка, канал мой МК. Сегодня, продолжая тему роз из фетра, сделаем еще один небольшой цветок, который состоит из ярусов, 5 рядов лепесточков. Я думаю, что мастер-класс будет полезен, особенно для новичков, потому что все выполняется довольно быстро, а выглядит очень аккуратно и симпатично. Нам понадобится выкройка и мы вырезаем один лишний лепесток. Вырезаем и переводим контуры выкройки на лист фетра. Затем обрезаем еще один лепесток и снова переводим контуры выкройки. И таким образом мы вырезаем затем так, чтобы у нас оставалось 3 лепесточка, 2 лепесточка и вырезаем 3 одинарных лепестка. Все это переводим на фетр и вырезаем. Вот таких вот маленьких одинарных лепестков, как я уже сказала выше, вам нужно будет вырезать 3 штуки. Вырезаем по контуру все, что мы начертили и начинаем с пяти лепестковой детали. Складываем ее, совмещаем срезы. Уравниваем так, чтобы все лепесточки были одинаковыми. Если нужно, подрезаем ножницами и склеиваем. После нанесения клея ждем некоторое время, несколько секунд, чтобы клей остыл. Смотрите аккуратно, потому что температурный режим у пистолетов у всех разные. Возможно вам нужно будет ждать дольше. У меня клей остывает достаточно быстро, я пальцами его просто прижимаю, чтобы не было толщины. Обрезаем лишнее и выворачиваем. Берем следующий лепесток, следующий вернее ярус на 4 лепестка. Точно так же склеиваем края и обрезаем лишнее. Выворачиваем. Все. Точно так же поступаем с оставшимися рядами на три, на два лепестка и начинаем собирать. Собрали 5 и 4. Можно по очереди, можно сразу все проклеить, потом собрать. Здесь вы видите, что я склеиваю ряд на три лепестка. С каждым разом вам будет все сложнее и сложнее выворачивать детали, поэтому какой-нибудь инструмент, чтобы был под рукой иголочка или спица, шила, что-то остренькое. Довольно удобно им помогать. Таким образом все склеиваем между собой. На два лепестка, чтобы легче было вырезать и чтобы не мешалось, чтобы он не был самым высоким по отношению к предыдущим рядам. Подрезаем нижний уголок. Затем вырезаем и приклеиваем. Заключительный ряд сворачиваем в серединку. Закрепляем клеем. Обрезаем по длине. И вокруг этой серединки нам нужно еще два лепесточка расположить. Один. И второй. Проверяем по высоте. Если не нравится, если он выпирает, да? Слишком высокий. Обрезаем. Снова проверяем. Снова обрезаем при необходимости. И тогда уже вклеиваем. В принципе все, роза готова. Очень-очень просто собирается. Я надеюсь, что мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на канал, оставайтесь на связи. До новых встреч. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...